Ха-ха-ха, все эти игры моя сраная жизнь! Привет, мои адекватные, немного ябнутые, но всё-таки ижеразумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, Диноккио! Сегодня мы с вами отправимся в Хогвартс, школу чародейства и волшебства. Но, для начала хочу рассказать вам маленький забавный факт. Знаете ли вы, что Гарри Поттер пользовался услугами Work5, чтобы сдать экзамены? Да ты гонишь! А вот и нет, ведь только компания Work5 уже столько лет посвящает себя служению бедным ученикам, которые хотят сдать экзамены. И я уж молчу про всякие контрольные, дипломки и прочие работы любой сложности. Ой, а смогут ли они сделать контрошу по гербологии? Ха-ха, да хоть за два часа. Даже по зелье варенью? Нет! Э, бля, вы там охуели что ли? А по промокоду BB55 ты получишь скидку на абсолютно все услуги. Но если ты вообще не хочешь париться, то можешь выбрать любую готовую работу, у которых там уже 80 тысяч. Oh my god! Work5! Ссылка в описании к видео. И вот он, Гарри Поттер. Из-за этого сраного героя фанфиков, которые, кстати, ничего, я лично чекнул парочку, и они прям ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. В общем, из-за этого распиздяя, я на свет вышла игрулю, в которую я люто-бешенно шпилил в детстве. Тогда я прошел ее где-то за 3 месяца, а сейчас для ролика она пробежалась за 4 часа. Видимо, в детстве я был совсем дебилом. Ночь начиналась как обычно. Жители домов на Тисовой улице, что на окраине Лондона, укладывались спать. Для начала нам в рот с огромной ложки пихает предысторию, где говорят, что Гарри такой несчастный сиротка, которого лупасят приемные родители в виде тети и хихихихихихихихи. Но тут однажды приходит большой бородатый дядя и говорит Гарри, ты... После чего забирает его с собой в средневековую школу для умственно отсталых, где он встречает рыжего чепушилу, волосатую зубрилу с волосатым вареником и множество других представителей этого волшебного цирка уродов. И да, я фанат вселенной Гарри Поттера и в свое время перечитал все книги, пересмотрел все фильмы и официально заявляю, что первые две части были просто на 10 из 10. А дальше пошли какие-то мрачные кинчики для миллениалов. Первый учебный день, ух, столько интересного ждет нас, подумал Гарри Поттер. Но тут радостное настроение прервал местный дед-маразматик, который любит доябываться до малолеток. Гарри, я директор этого волшебного ПТУ Альбус Дамблкок, и я живу по принципу трехизм, алкоголизм, дебилизм и чрезмерный анонизм. А теперь вверх по лестнице и на урок. Не опаздывай. Блин, как я раньше играл в это, управление мышкой просто поехавшее и такое ощущение, что камера двигается только по прямой. А ведь раньше играл и не жаловался. Хотя у меня и выбора на самом деле не было. Либо играй в Гарри Поттера, либо как дебил бегай по полю и гоняя мячик со своими сверстниками. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, я что по-вашему спортсмен-социальный активист, чтобы подобной чушьей заниматься? Эй, Гарри, это я, Рон Уизли. Помнишь меня по моим шизоидным высерам? Этот рыжий дебич ведет меня к местным барыгам, которые по совместительству являются его братанами. Они учат нас уму-разуму и как правильно совершать действия, естественные каждому адекватному человеку. Не удивлюсь, если они его и дрочить научили. Да-да, я Джоан Роулинг, я официально заявляю, что Гермиона была черной, а Фрэд и Джорд научили Гарри теребить свою волшебную палочку. А потом прилетает полтергейст Пивс, стыкает нам лицо бибийской и наносит тем самым урон по нашим хп. Школьная жизнь опасна и трудна, как Гритц. В конце обучения барыги говорят, что мы молодца и торясутся на сплату в виде волшебных бобов. Конфеты нам нужны для... экспериментов. Над нашими жопами. А еще рыжие дают нам в подарок коллекционную карточку, на которой обычно изображены знаменитые волшебники. Ни минуты покоооооя в этой школе нам не ждать. Не успели мы отвязаться от двух дебилов, как перед нами явились сразу трое. Белобрысы через свой хорек и два сморщенных яичка, которые из фильма-фильм меняют свою расу и национальность. Меня зовут Дракума Алфой. И скажу тебе по секрету, что в будущем наши фанаты явнутся и будут писать про нас не очень хорошие фанфики, где мы с тобой друг друга под водочку да под пельмешечки, и поэтому... Не путайся у меня под ногами. Потом я пытался пройти в запретный коридор, но Филч сказал, что он коммунист, и поэтому с легкостью засунет мне прям по локоть. Ага. Так. А вот и вайфу каждого сперматоксикозника 2001 года. Писечка Грэнджер. Вот вы смеетесь, а я видел 3D-порно, где была использована эта моделька и конь. Это я, Гермиона Грэнджер. Помнишь, мы познакомились в Хогвартском Экспрессе? Да я прекрасно помню, как тебя зовут. Только ты забыла между именем и фамилией нижний слэш поставить, иначе арты искаться не боишь. Пошли скорее на рак защиту от тёмных искусств. Это символ заклинания ф-ф-флипенда. Нажмите как кнопку мыши, обведите как контур, и затем отпустите её. Я, будучи мелким, понял, что от меня требуется только к разу пятому, и в первые попытки вместо флипенда рисовал подобные знаки. Да, я реально был умственно отсталым, без иронии и рофлов. Мда, я разочарован. Но вы сейчас и старались. Примерно то же самое говорят подписчики после моих роликов. После теории Залупан в тюрбане решает, что нам не помешала бы практика, и отправляет нас флипенды всё разносить и толкать. Если поначалу это даже забавляет, то потом начинаешь задумываться, что это нифига не школьный урок. Ведь где вы видели, чтобы первоклассников заставляли прыгать через раны и пропасти? Благо нам помог почти беззалупный Ник, который показал, как в этой игре сохраняться. О, глядите, а вот и хейтеры мои подъехали. Да-да, вот так они и выглядят. Смотрите, как надо правильно флипенды хейтерам хэдшоты прописывать. Обидно, да? Не удалось меня затролебасить. Зато потом меня отлично затролебасил урок полётов на метле, ибо там есть несколько блапзадрах моментов. Во-первых, это озвучка в стиле ранних пупов. Метлой управляют при помощи клавиш со щеклопками. Величение и уменьшение скорости можно изменять скорость полёта. Дура, ты где нажраться так успела? А во-вторых, это полёты на метле, которые я просто ненавижу, ибо в детстве я-то сраную флипенду нарисовать не мог, а тут аж надо правильно летать и в круги попадать, что за ужас-то такой, а? В общем, тогда я потратил где-то два дня на этот отрывок игры. И вообще, давайте больше не будем об этом вспоминать, ладно? На перемене Гермиона нас учит заклинанию, которым можно отпереть замок, но очень многие фанаты хотели бы узнать заклинание, которое отопрёт её душу и сердце. Далее мы учимся Левиосе, и нет, падение камня на голову препода не убивает его, как бы это ни было печально. А вот так выглядит суицид в данной игре. Если бы игра происходила в России, то Роскомнадзор снял бы 5 баллов с Гарри за пропаганду суицида. Однако, если вы выжили после очередного урока от местных преподавателей, то это попытается исправить пив, с которым ударит Гарри своим членом в лицо, а затем будет кидаться какашками и рофлами. Все знают, что твоё место... Около параши! Знаете, идея обучаться в Хогвартсе уже не кажется мне такой заманчивой. Я всего лишь хочу учиться, поглощать новые знания и после 11 класса снимать кратко про всякие олдовые чародейские игоры. Но вместо этого тут все меня чмарят, с таким же успехом я мог бы не уходить из обычной школы. Затем для меня доёбывается Малфо и начинает закидывать меня сраными хлопушками, параллельно двигаясь как аутяра. Проклятий Поттер, мы ещё встретимся! Нару 34! В окрестностях Хогвартса много чего интересного есть. Вот за этими воротами поле для Квидича, вот секретная комната с сундуков, а вот Бэбэй стрижёт бабусик с просмотров данного видеоролика. Деньки-деньки-деньки-деньки-деньки-деньки-позобыл покой-деньки. Ну а если без шуток, то Хагдэд решил стать местной матерью драконов и поэтому просит нас как-нибудь зайти к нему на рюмку чаю. Я тут опаздываю на урок по гербологии, а путь мой непростой, то улитки огненные, то чернобыльские мухоловки, которые так и норовят сделать кусь моей самооценки. Но самое страшное то, что меня снова выцепляют рыжие барыги, которые пытаются втюхать мне какую-то дичь взамен волшебных бобов. Призраки, полтергейсты, поехавшие школьники, Карл Маркс, алкаш, арабзаик, барыги, пердящая огнём черепаха и биологичка, которая учит нас правильно рисовать вагину, которую мы будем сдувать колючие мошонки. Вот вся суть Хогвартса. После такого уфимский БГУ уже не кажется такой бесперспективной парашей для челиков, которые не поступили в Москву или Питер. Есть ещё увлекательные покатушки за Малфоем, которые отобрал у Невилла напоминалку. Но это полёты на метле, а полёты на метле тут сосут. В любом случае, в конце Гарри ловит Малфоя и делает его героем фанфика, платина и напоминалка в анусе. К нам подходит какая-то бабка и говорит, что классно, Гарри летает на метле, и поэтому нас принимают в школьную команду Паквидичу, а это значит, что нам придётся ещё больше летать на метле. Ненавижу, вам задолгораете что ли? Что за зло я вам сделал? Тем временем, наши ДНР из Капитала Рождённая уже готовятся к появлению рептилоида. Но рождение не может произойти, пока мы не соберём огненные семечки. Будь осторожен, они очень горячие. Не хватай их сразу. Дай им чуток остыть. Только в этом году, в кинотеатрах вашего города. Необучаемый дебил и философский камень. Надеюсь, он мне даст за это что-то ценное, а не какую-нибудь там очередную обоссанную карточку. Держи волшебную карточку из моей собственной коллекции. Спасибо, дядя Хагрид, за такой классный подгон в виде никому не нужной карты. Что вообще за неудачники в мире волшебников, вместо того, чтобы колдовать всякие штуки-дрюки, мутить с Гермионы, троллить Филча и давать Паркинсон на Клыка, собирают сраные карточки? В каждой коробочке карточка с задолжением волшебника Ликулбина, а я уже собрал почти 500. Ой, дурак. Входи, Гарри, и не забудь вытереть. А еще Хагрид дает нам знать, что нужно делать с лоялистами. Давай, Гарри, кидай их в огонь. Дракон рождается, Хагрид становится мамой, а нас ждет матч по Квидичу, который я пропущу и даже рассказывать ничего про это не буду. О, а вот и сюжет. На третьем этаже происходит странное, там кто-то буянит и издает странные звуки. Слышишь, рычание? Наверное, там сидит ужасное чудовище. Снова уроки по защите от темных искусств, где нас обучают заклинанию Люмус. Спелл, конечно, полезный, но мне как еврею было не очень рисовать вот эту луну. Просто я не фан от Сейлор Мун, знаете ли. Сейчас у нас урок зелий. И похоже, мы на него опоздали. Эх, Рон, ты опоздал не на урок зелий, а в развитии. Как слизовинцы живут в этих канализациях? Я понимаю Малфи, у него по роже видно, что он черепашек кунг-фу обучает, но остальные тут как обитают? Им вообще нормально? А вот еще один замечательный персонаж. Он мне, в принципе, и по книгам нравился, и по кинчикам, и без иронии он мне очень нравится тут. Например, потому что он отправляет очкастого косипошу за ингредиентами в подвалы и скидывает его с моста в бездну. Если бы после этого случился гейм-овер, то я бы даже слова против не сказал. Все сильнее убеждаясь, что сюда отправляют детей учиться не магии, а паркуру и выживанию. К концу обучения Гарри будет выглядеть примерно вот так. Гарри, в школу забрел огромный тролль. Он в женском туалете, а там гермиона. Сыдь на ум туалет. Вот мы и подходим к знаменитому моменту с побегушками от тролля. Гарри, чем это пахнет? Гарри, сюда! Честно говоря, тут адреналин ебашит только так, потому что мы совсем не видим, куда бежим, и можем ориентироваться только посраным волшебным бабам. И не дай бог вы замешкаетесь, ведь тогда вас ждет смерть. А вот вам мой идеальный забег. Ой, нет, гермиона в опасности. Гарри, мы должны спасти ее, иначе так и будем фанфиках друг другу в туза по дрону совпускать. То, что вы сейчас видите, называется Джоли Лоли Кооперейшнс по-хогвартски. Пока Рон колдует дубинку, мы защищаем его от летящих в него унитазов и писсуаров. И все это делается ради того, чтобы нас снова отправили на матч по квидичу разработчики, чтобы у вас анус отклеился от жопы, как наклейка. Я-яйс. Был бы ты человек, нахуй. Наконец-то мы подошли к моему любимому отрезку в игре. Ребята говорят Хагриду, что мама из него, мягко говоря, так себе, и поэтому просят отправить дракончика в интернат для рептилоидов. Теперь нам надо накинуть на себя мантию-невидимку и пробраться с дракончиком в башню через локации, которые наполнены филчем. Эй, кто здесь? Уж больно мне нравится троллейбасить этого деда. Ох, где ты, пронырливая козявка? Правда, если вы попадетесь, то вам конец. Дракона мы отдаем, потом двигаемся назад через филча и его кошку, который является знатным паркурщиком, иииииииииииииии... подходим к финалу игры? БУДАР Знаете, для меня такой балдеж был детстве проходить вот эти странные испытания. То с собакой на дудке играть, то растение с заклинанием бить. А вот летать за ключом мне не нравилось, тогда и не нравилось. С шахматами рофельно тусить и играть в угадайку с фанфуриками. Правда, тогда я и представить себе не мог, какой кошмар меня ожидает. Вот эта мини-битва с Квирлом, это ещё фигня, даже внимания не обращать. Самый ужас был в финальном босс-файте, когда Додик снял с себя тюрбан. И, о боже мой, что это за ужас такой? Я в детстве с тебя обсирался и обосрал с такой золотистой подливой магией сейчас. Уходи, не подходи ко мне, пидарил ты жуткий. Уйди, уйди, уйди. И вот игра пройдена. В финале нам показывает, как всё замечательно, зло побеждено, Гриффиндро получил кубок школы. А я сделал совершенно бессмысленный ролик тупо ради рофла и ржекича. Боже, как я обожаю такие ролики. Следующее видео, уже не знаю про что будет, я вообще ничего не знаю. И делаю всё по велению каких-то космических сил и даже понятия не имею, что нас с вами ждёт дальше. Так что просто давайте, как старые добрые, я попрошу вас ласково, ласково, ласково и нежно. Пожалуйста, поставьте лайк этому ролику. Иначе он не будет показываться в рекомендуемых. И никто не будет смотреть. А мне будет нечего кушать. И я стану худым и стройным. Никому не нужным. А я не хочу. Нет, нет, нет. До скорых встреч. Я ваш Бубуй сниму штаны, достану ху... М-м-м. М-м-м. Субтитры сделал DimaTorzok